Куранов Константин Николаевич Константин Николаевич, вообще по правде говоря, вытащить вас на интервью, несмотря на то, что вы согласились на него, достаточно легко, нам было не очень просто. Потому что вы летом живете за городом, и, как я понимаю, оттуда не выезжаете вот так просто, да? Вы любите эту деревенскую жизнь, она для вас действительно очень много значит. Да. Красиво вы говорите, Машенька. Деревенская жизнь – это работа, труд. Вот видите, это вот два дня тому назад, я еще только оттуда, это большое хозяйство у дочери с мужем. Вот. Во-первых. Во-вторых, я деревенский. Я с Когорского района, деревня Садилова. Там вот родился. И если бы это не деревня Садилова, я, может быть, даже и не выжил во время войны. Потому что мы с мамой, ну что, она все время, целый день, ее же не выпускали с номерного завода, вот с этого. Мы же самолеты делали. Все, да. И я вот один, один. Отец нас бросил, я же один все время. В первый класс вы пошли в каком году? Первый класс – это 8 лет. Это, значит, в 43-м. В 43-м году. В 43-м год. Самый-самый такой тяжелый. Еще поворот. Про Курску еще ничего не известно. Вот. А там у нас все школы каменные пошли под госпиталь. Все-все. А деревянные остались переполненными. Вот. В нашем классе было там 50 человек. Этих, представляешь? И я вот однажды взял и ушел из школы, потому что, ну, и голод, и это самое. И у бабушки спокойненько перезимовал. Вот это было очень тяжело. А так еще неизвестно, чем бы дело кончилось, да? Очень тяжело было. Просто жить было очень тяжело. И поэтому сейчас каждую свободную минуту стремитесь за город, к себе? Вот. Я же деревенский мужик, да? Мне же все это… Вы это любите все это? Я еду вот в деревню, которую они взяли, вот купили. Дочка ваша, скажем. Да. Я еду мимо своей. Я говорю, а это вот дорожка к родному. Как песня-то называется? Ну, в общем, какая-то вот песня. Говорю, вот дорога к дому. Дорога к дому. Говорю, вон у меня там. Там, конечно, ничего не осталось. Ну, понятно. Но очень приятно. Райком Воскогорский узнал, что я с деревни, потому что в интернете же все есть, откуда я из Воскогорского. На юбилей приглашают. Я сижу с моими профессорами, с Грешиным, с переведенцем, которые погода-то… Они все оттуда. И я тоже так сижу, ведущая погода. Господи, кошмар. Кто это только придумал. Константин Николаевич, по правде говоря, у меня складывается ощущение, что как будто бы вы на телевидении работали всю жизнь. И вас абсолютно все в городе знают. Насчет телевидения. Я еще до телевидения был телевизионщиком. Вот такая история. У нас раньше был комитет по радиовещанию при Татарской АССР. Вот. И когда разговор пошел, что в Казани бы неплохо сделать телевидением, зашевелились. Это был где-то 54-й год. Это был завод номерной, военный. И там ребята делали телевизор для Москвы, для других городов, где было телевидение. И они решили, а почему бы нам какую-нибудь маленькую студию не организовать. И вот я с этими ребятами, которые на этом номерном заводе готовили студию и уже испытывали там. Были там даже ведущие. И вот с ними познакомился и потихонечку их ввел. И потом мы перешли в бегемот, когда Досав сказал, ну хорошо, возьмите вот наш второй этаж в бегемоте. Это где госмузей Республики Татарстан. Вот с этой стороны, с 1 мая площади. Так что вот до 59-го года, когда открылся у нас телевидение на Шамиль Усманова, Константин Николаевич уже 5 лет был на телевидении. То есть это было ваше увлечение во время студенчества? Это было не увлечение, это было задание. То есть вы учились в университете и параллельно занимались телевидением? Да. У меня отца не было. Мама получала обыкновенные рабочие. Она выдавала инструменты на 22-м заводе. И вот я пришлось с 8-го класса в летние часы каникулы. Грузчиком устраивался на Парижской коммуне, до сих пор мимо проезжаю, вспоминаю. Я устраивался, когда отца искал в Молдавии. Там тоже приехал, нашел отца. И думаю, надо же денежки какие-нибудь хоть заработать. Там работал. В общем, большой у меня стаж с 52-го года, трудовой стаж, большой стаж. И все время занимался журналистикой, потому что в школе была учительница Тамара Гавриловна Малаховская, которая поддерживала меня. Вот журнал издавали, мы рукописные. А когда я уже перешел где-то с 53-го года молодежи Торстана, Юль Федоровна Колчанова, которая, слава Богу, дай Бог ей здоровья, 90-й, наверное, сейчас жива-здоровый, и она говорит, Костя, давай вот туда, да сюда. А телевидение, значит, появилось так. Так, значит, я уже на первом курсе настолько промелькался на этом коридоре в Доме печати, что там кто-то в телевизорном пункте говорит, ты чего все время так ходишь? Вот ты с утра можешь, например, прийти на Горького и продиктовать районным газетам вот эти материалы на русском языке? Я говорю, конечно, это же зарплата даже, это не просто гонорар. И я с первого курса, это где-то 55-й год или 54-й, начал диктовать районным газетам. И меня потом взяли, прямо после окончания университета, и говорят, наш, и взяли в штат этого самого радиокомитета. И когда прибавилось комитет по радиовещанию и телевидению, у нас вся шарага это радио, старики, все эти самые, с этими своими шипящими этими, когда Левитан приехал, он обалдел. Он говорит, ну что-нибудь скажите, когда начнем наше говорить. И вы, говорит, к микрофону подходите. Но он не сказал, расстрелять вас надо. Он говорит, ни в коем случае их допускать. А вам что сказали? А мне ничего. У меня такой, этот кастрирован голосок такой веселый был, молодой был, вот. И когда в 59-м году говорили все туда, на Шамилю Сманову, ну, мы все в первых рядах, я был первым молодежным редактором. Все интересно было. А потом вы остались, в конце концов, на факультете журналистики? Как вы? А, значит, как факультет. Преподаватель у меня был, я же литератор, преподаватель Малев Дачев-Кевич. Вот очень хорошо, так хорошо познакомился, что просто как родня. Идет Лев Дачи, говорит, ну вот, Костя, сделали меня заведующим кафедрой, кроме тебя никого не знает. Давай. И меня в аспирантуру. Ну, а после аспирантуру... Вы стали преподавателем. Да, все уже пошло и поехало. И вызывает меня однажды, в 79-м году, проректор Хабибуни Шелкатаевч. Говорит, я же видел в записной книжке, что вы на телевидении же были, не записная, как трудовая, трудовая книжка, на телевидении были. Вот вам поручение. Мы открываем университетское учебное телевидение. Вот. Пожалуйста. Вот ребята, которые будут технически обслуживать вас, а вы отвечаете за это. И мы начали. Это 79-й год. Ребята мне помогали, которые... Я говорю вам, практику надо? Надо. Наши студенты. И они помогали. Помогали, ездили в колхоз, там снимали, привозили. А потом уже вдруг появляется Григорьев и говорит, хорошо, у вас тут в этом телевидении-то и говорит, давайте дружить. Вот. С тех пор мы дружим. Так я не совсем поняла. То есть это была идея Андрея Парамоновича Григорьева предложить вам вести прогноз погоды? Или до этого времени еще... Ну, до прогноза погоды погоды там еще долго, да. Еще долго. Значит, это у нас 91-й год. Он же деловой человек. Он ставил эти самые вышки. У него появились деньги, у него вышки, у него идея появилась, что надо было свое телевидение. А время-то было 91-й год. Можно что-нибудь даже... Время такое. И у него идея была хорошая, что надо делать честно телевидение свое. И он сразу за нее схватился, и мы уже город выпускали прямо даже здесь, во втором здании. Ну, правда, ездили, чтобы сделать передачу здесь. А чтобы выпустить, вот ездили они на вышку. Городом командовал Аминов. Да. Амин мой студент. И говорит, кстати, Николаевич, я же все помню, я же все знаю, мне надо хронограф. Что вот в Казани вот в этот день что-то учил. Что-то произошло. А я говорю, а я же всегда готов. И я этот хронограф вел. И когда Григорьев съездил в Америку и увидел стариков и старух, ну, не знаю, какие там ведут. Которые на телевидении ведут. Да, спокойненько, так основательно говорит. Ну, зачем нам это? Ну, он про девочку ничего плохого не говорил. Ну, просто говорит, ну, можно и не моделей, а можно и вот так. Давайте попробуем. Ищу пару. Вот я долго искал пару. Нашли Анастасию. Так это вы ее нашли, получается? Нет, Сережа Шерстнев. Сережа Шерстнев привел. Она в очереди стояла на кастинг. Так. Я же не заглядываю. А Сережа еще молодой. Заглядывал, просматривал всех. Нашел вас, свел. А Силу Закиру и говорит, попробуем. Попробовали, все, слава богу, всех устраивал. На всю жизнь. Вот так он меня просто зашел в монтажную и меня увидел и сказал, а ты попробуй. Потому что я молодежную позу делал. Свои люди, Шелоносова. Такие были передачи. Ой, ой, до сих пор помню. Там какой-нибудь человек у нас Рустем Кутуэй пришел, все рассказывает. Все великие, все. Ну, в общем, я даже не знаю, ее бы восстановить, это было бы здорово, конечно. Как вписывается история с Вечерней Казанью в эту такую долгую, насыщенную, богатую событиями жизни? Вечерний Казань. Ну, конечно, для нас это было. Мы же в культете журналистики. Мы же с этим самым, с Гавриловым, мы же в Московском университете учились. Мы же выпускники Московского университета еще, да? Помимо того, что я еще здесь диплом получил, я еще в Москве, в культете журналистики. Я поэтому пользуюсь вот тем, что я говорю, ну, вот, я куратор группы. Не зайдете ли рассказать там что-нибудь? Вот, вот, всегда, всегда приходил, рассказывал, ребят, так интересно. А ему тоже было интересно, потому что надо больше авторов. А это же факультет журналистики, а это же будущие журналисты. Он должен присмотреться, все, все. Одна, это же лето, 15 июля, кто-то там кричит, иди покупай Вечерку. А я даже не знал Вечеркинцы, вот так. Дорогой, кстати, Николаевич. И так подробно все. Ну, я думаю, вот, не любить газету и не помочь ей что-нибудь. Просто вот это будет преступлением. Это точно. Вселенская слава, на самом деле, на вас уже давно нахлынула. И с Анастасией вас и женили. И я вот к чему. Как ваша жена относилась и относится до сих пор к тому, что вы такой мегапопулярный? И наверняка, я так думаю, что какие-то женщины пытались вам звонить и добивались наверняка. Были какие-нибудь истории? Ну, после 80-ти физически уже все. Никаких этих самых, ни вопросов, ничего не может быть. Правда? А вот до этого, ну, в принципе-то, конечно. Это же было, конечно. Да? Были какие-то жуткие случаи? Ну, все было. Это же жизнь. Надо же ее вот пройти. Это же не поле перейти. Это же очень трудно. Ну, мне, например, очень жалко, когда я впервые напечатался «Комсомольский татар» в 1953 году. О кружке литературной школе. «Ой, со всего Татарстана посыпались письмами девчонки, да? А у нас тоже есть кружок, а у нас это...» Я прям такой, это сам, мать сожгла. Ну, Галь сожгла. Ах! Письма. Ревнивая. Ну, я же архив простить не мог. Ну, знаете, это же проявление любви такое. Это же проявление темперамента. Что делать? Это, по-моему, собственность. Собственность, да. Машенька, наверное, это мое. Это не трогайте. У вас ведь двое детей, получается. Сын Сережи и дочка Лена, да? Наоборот. Лена и Сережа. Хорошо. Старшая дочка Лена, младшая Сергей. И вы единожды и на всю жизнь женаты. Как зовут вашу супругу? Чем она сейчас занимается? Она Галя. Она погоду не ведет. Все думают, что Анастасия на самом деле ваша жена, но мы-то знаем, что это не так. Смешно ты чего, Машенька? С дипломом метеоролога Казанского университета жена Куранова не ведет погоду. С дипломом филолога Казанского университета Константин Куранов ведет погоду. Ну, так бывает. И разбирается там все. Такая вот грустная история. А чем она занималась всю жизнь? Она, значит, на географике училась. И вот отделение метеорологии окончила. У нее диплом такой. Она специалист по диплому. А поскольку не было там, видимо, распределения. У нас же распределение было. У нас все очень строго. Ну, а поскольку мы уже поженились ее к мужу. В общем, так вот ей немножко с работы-то не повезло. Ну, ничего. Зато ей повезло с мужем. С мужем повезло. Хочу задать, наверное, самый главный вопрос этого интервью. Любовь, вот такая длинная и взаимная, существует? Нет любви, это родная. Нету? Нету. Ну, я не знаю, как. Меня же, конечно, сейчас все поколотят, скажут, господи, бедный человек. и я все думаю, ну, я даже не знаю, что это такое. А может, она и есть. Ну, не знаю, может, все такое. Вот у меня же все впереди. А вдруг чего, да, на всякий случай. Ну, ну, вот так привыкаешь, по-моему. К человеку прикипаешь, да? Да. Потому что, потому что отец пять раз выходил, и остался холостяком, помер. Так и холостяком остался, помер. И я думаю, хороший пример. Чтобы так не поступать уже. Да. Ну, первый на второй поменял, но я сточил адный. Может, когда второй на третий, а потом третий на четвертый. Я приезжаю в Кишинев к нему проверять, что он так 50 рублей мало же посылает алименты. Вот. Он говорит, а мы сегодня пойдем в кино. И идет, значит, девочка, которая мне как раз, моего возраста. Я говорю, а это чего? А это вот, оказывается, и последняя была жена и ребенок. Много у нас таких ребенков там по Советскому Союзу, который Николаевич, который Куранов. Хорошо бы однажды как-то все это зафиксировать, посмотреть. Вообще, вообще мне кажется, что самые верные мужья и жены это те бывшие дети, у которых родители были такие не очень, как это сказать, верные. И вот, видя такой пример, они уже... Нет, Машенька, мне кажется, что вот человек, да, который с детства познал нужду, он, по-моему, будет стараться... Беречь то, что у него есть. Да. За каждое очень хорошее что-то держаться. Поскольку я имею честь с вами работать и достаточно давно, я никогда не видела вас ни в плохом настроении, вы никогда не жалуетесь на возраст, это вообще я об этом даже не хочу говорить, ни на какие-то легкие недомогания, какую-то головную боль, хотя в принципе, но что уж говорить, возраст такой достаточно солидный, но вы всегда таким бодрячком. что это за рецепт такой оставаться всегда в строю, быть интересным... Очень не люблю слово бодрячок и бодрячков. Я же их вижу тоже, мои же все, я их же вижу, даже иногда спрашиваю, я говорю, а сколько вам лет? А он не знает, сколько мне лет. О, мне уже за 60, и он это самое... Я говорю, хелки-салага, а он обижается. Я говорю, а мне же 80, а-а-а, тогда не обижается. В общем, тут бодрячков я никогда не строю, но, видимо, вот этот, я не знаю, я читал большевистскую печать и ребятам говорю, я говорю, ребят, а вот Морозов, да, 25 лет сидел в Шлиссбургской крепости, ел, черт знает, ну, что там может быть, читал одну Библию, да, больше у нее ничего не было. Вот Вера Фигнер, 25 лет сидел в Шлисссбургской крепости, ел, черт знает, там еще все по 90 лет прожил. Я говорю, наверное, можно считать, что вот Куранов немножко дольше живет, чем другие, потому что он меньше ел, наверное, в детстве, в юности, испытывал какую-то маленькую. То есть вы на полном серьезе, давайте все-таки серьезно. Я на полном серьезе говорю. Нет, я просто сейчас хочу для себя, потому что я собираюсь в 94 как минимум прожить, а там уж дальше, как и Боженька, мне отдаст. То есть один из принципов сохранять здоровье и ясность ума это некоторое ограничение себя в питании, ну, если так уж... Машенька перебью, не думать об этом. Вот ответ. Ну, правда, вот сейчас дочь говорит, ты уж, папочка, на это не налегай, потому что это уже диабет. А на это вот тоже, это самое, потому что давление повысится. Ну, она, они привыкли, потому что они вот все очень следят, особенно жена, встают и начинают выпить надо этот самый порошок. Это не про вас? То есть ни таблетки... Они мне все равно не дадут жить без этого. А, то есть они все-таки следят за этим? Они все-таки следят и говорят, а выпил? Ага, вы в надежных руках, а так бы, конечно, бы не пили ни таблетки, ничего. Спасибо, спасибо. Ну, хорошо. А вот относительно умственной деятельности, то есть я знаю, что вы очень много читаете, вы с книгами, ну, практически, это ваши, это же ваши друзья. Инструмент. Инструмент. Да, как у Столяра, это сам топор, там, долотой, у меня эта книга, это инструмент, я им работаю, этим инструментом. Сегодняшняя жизнь, это совсем второй том. Второй том? Ну, все. Совсем другое? Потому что в университете сказали, ну, нас же пора отдохнуть, Казатель Николай, сколько можно. Хорошо, что Григорьев говорит, не надо пока отдыхать, а поработай-ка. Тьфу-тьфу. Я хочу вас искренне сейчас обнять. Мне кажется, я сейчас даже заплачу, потому что я вас очень-очень люблю. Ну, вот. Все, уговорились. Отчего ты, Машенька? Это самое. Потому что тебе, наверное, это все равно что-то из твоей жизни какие-то были. странички, потому что тоже так же вот. Мы же одинаково с тобой два росточка. Один молоденький, другой старенький. Самое главное, что мы с вами по-прежнему вместе. Да. Это больше снимать нельзя. Вещи, навеки, навеки, навеки. Аааа...